Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Нет, подожди Ну а сколько еще ждать? Неделю? Месяц? Не грать? Я не знаю, было бы круто В смысле ждать месяц? Нет, если бы мы отдали беноскет, то я бы вам по пациенту и домой все Ой, все, мы уже слышали твою схему Держи 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 Держи, подожди, Катя И еще одна же есть Ой-ой-ой 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 Поплыв Максииииим Папапапапапа, будь здоров победил максим давай поговорим так 7 нет там еще ты берешь я думаю я отбивался я взял карты кому нибудь еще нужны карты а что готовить собираемся курочку сейчас сделаем с картошкой как и делаем до этого с тобой возьмем масса сейчас сделаем чесночку порежем и так что там подожди я вообще ничего не успеваю 7 9 а у нас сегодня должна быть вечеринка а настроение нет совсем потому что мы в аду это настроение красный я чувствую себя опасным ой подождите у кого чо у кого чо стоп 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 где 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 вот 9 крести все лицо просяло подожди а 8 как хорошо хорошо в краю родном пахнет так сколько нас тут держать еще собираются 7 никто не знает 10 конечно мы все знаем ну мало ли может быть одно экране появлялось это да и золька сказала будет держать нас здесь еще 2 часа а потом сразу тебя выпустят не вовремя кто-то кидает нет нечестно по правилам дурака должен быть тот кто ходит первым понятно ну лоски свои собираем нет неправда нечестно что значит нечестно ложи ну потому что я тебе сколько раз говорил ну не кидай ты батьки в пекло вперед ложи макс молодец макс пират шлепок у меня есть еще что да ты шлепок у меня тоже есть что дальше ты мастил уже кидай железные шланги то красавчик все 6 карт это ты только сейчас выкрутилась в следующий раз все будет по-другому Катя мы будем устраивать вечеринку сегодня да как мы устроим у нас ничего нет практически давай ходи а что у нас есть какие продукты железные шлепки мы могли бы сделать мясо по-французски если у нас было хотя бы сыр и грибы у нас нет сыра и грибов нам нужны сыр и грибы да я требую да Ксють я не требую не так надо говорить а как прошу я пью я тоже хочу скажи прошу ходи до последнего понятно ничего никто тебя не послушает приказательщица не допускай опускай ты что так помылась что ли нет сейчас посмотрим что там сколько к двери а у нас по-французски это что свинина я не ем свинину она тоже свинину не ест значит будет пшенка с тушенкой пшенка с тушенкой пшенка с тушенкой йо очень праздничное блюдо пшенка с тушенкой йо встретились с пшенкой с тушенкой не катюш мы уже курицу разморозили если ее она под этим была как его по местнице там мороз холодина значит это и получится у тебя оставить меня может козырного бросить давай отбивайся может быть вы уже отпустите нас по домам ну все уже смотри эти покажу как да мы выяснили что по домам он нас не отпустит пускай вещи хотя бы наши пришли да нормальный Максон что-то заставить васящи они воняют не по-братски но воняют и что ну хоть я тебе вчера дала носочки да ты можешь их поменять сейчас надену обувь а сейчас надену обувь и все будет в порядке не надо тут акцентировать да значит дождение катюхи да дождение катюхи в этом мире тут капутино бы сейчас выпить и брутеиновый батончик перед камер отличие красивых сестричек обучу тебя ну что ты опять садишься со мной за один стол ты прекрасно так великая катя всех людей человек свинья а пути ты не встретишь такой красоты лишь Максин доберется до ее высоты ладно сутки можно зачем ты это делаешь ах ты больной что ли совсем но ведь деньги зачем ты это делаешь но ведь деньги я пока посчитаю да 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 совсем что ли больной я я хочу почему она едой раскидывает это чеснок чтобы из тебя и зашел дьявол или ты совсем неадекватный как можно так себя вести я te научу родину любить что чему ты меня научишь чему я тебя спрашиваю чё ты меня спрашиваешь о чём ты меня спрашиваешь о чём ты меня можешь спрашивать почистить капюшну я почищу очистишь у меня уже ухо болит от вот этой штуки это зачем надо не понимаю зачем нет вообще какими security мне кажется она хочет выкачать чтобы микрофон а может быть а может быть она хочет нас облучить учета несешь бред какой облучить если вообще богатом видишь на этой хрени номер тошнит тебя вот на этой вот коробочке тоже но если они вот так вот соединены значит они нужны значит что-то для чего-то эта хрень нужна там я не знаю может быть они будут какую-то она скажите мы магнитогорске просто магнитогорске есть аномальная зона специально когда есть какие-то галлюцинации массовые что-то вышло на экран но я совсем не вижу что если бы эту расширить можно бы это возможно сказали надеть может по договору так что написано там задание написано для вася давайте а что а сейчас я озвучу это задание это от антона панченко а задание слове и о вреде алкоголя и о его пагубном влиянии на организм женщин это для тебя я кажется заболеваем я заболеваю нет антон панченко знаю что я читал такую литературу мне непонятно катерина пойдем к присяге честно мне я заболеваю нет антон панченко мы чё с тобой выпили вчера по рюмочке за день рождения он нам сам антон панченко прислал коньяк причем здесь это сейчас речь не об этом давай и он тебе дает задание вас сейчас речь не об этом сейчас речь о том что алкоголь алкоголь на самом деле очень сильно может влиять пагубно на женщин я знаю я знаю о том что женский алкоголизм вообще не излечим во первых женский алкоголизм не излечим если женщина пьет она пьет до талого это очень плохо ну смысле пьет до конца до конца да и понимаете пьяненькая женщина она может быть слегка если сначала она была очень очень целомудренная и это то при алкоголе она становится ветром ветреная и немножко немножко послушай алкоголь очень сильно плохо влияет на женщин плане того что мне кажется алкоголь прекрасно влияет на женщин потому что он их раскрепощает вот вот о чем я говорю если допустим женщина раскрепощенная в меру то потом она становится не в меру раскрепощенная и она может оставить мужчину какого-нибудь своего ради другого или или пойти к другому мужчине и и или быть агрессивной такое тоже может быть такое тоже может быть она может быть агрессивной и вести себя неадекватно и говорить я требую всего дайте мне продолжение банкета но самое главное что женщина же должна оставаться с женщиной не должна оставаться загадка а когда алкоголь на нее пагубно влияет она все свои секреты выдает опросы и загадки а как же женщины чувствуют себя прекрасно когда не появляется румянец она становится на веселее на веселиться на приносит радость людям понимаешь как это объяснить ну подожди подожди под девочки веселье это понятно но это веселье в это веселье выход потом выходит в то чтобы когда-нибудь вот и сидишь допустим тебе хорошо веселись и а потом бас просыпаешься и с тобой три мужика такое запросто может быть понимаем девочки понимаете такое может быть любой алкоголь делает из вас ну давайте уж скажем извращенно хорошо милана не пьет вот это хорошо она целомудренная женщина знает что и надо и это вот это прекрасно уверен что вообще целомудренная но посмотри на нее ходит убирается это а это не означает что он целомудренная не на самом деле я ее не очень хорошо знаю как бы говорить о ней тоже точно не буду но вы-то девочки вы должны понимать что алкоголь алкоголь мы хотим алкоголь нет это должно быть в меру меру да в день рождения хотим послушайте меня послушайте меня вот смотри вот смотри вот чисто чисто теоретически смотри у нее есть эдик да у меня нет она едет едет на вечеринку и там нажирается в хламину просто в говнище и к ней подкатывает тимур понимаешь а вроде эдик там эдик ее ждет эдик сидит в доме а тимур такой эй красота подожди это тимур который снимает порно хорошо не тимур я не знаю я просто наугад думала ты знаешь его то есть я сейчас как бы не подкатывает тимур да и вот тимуре покупает один коктейль самбуку потом б-52 потом покупает ей лонг айленд шесть коктейлей она выпивает танцует вертит жопой тимур тоже вертит перед ней не жопой как бы раз два три четыре пять бац и они у тимура дома она с утра просыпается эдик узнает почему нет то почему нет она вообще теряет подожди ты говоришь о девушках легкого поведения я говорю алкоголь я говорю про алкоголь причем здесь девушки легкого поведения девушки легкого поведения ей бабки заплати она сразу в туалете даст я про другое я как раз про таких вот как она вот например на меня на всех алкоголь влияет по разному на меня это алкоголь я наоборот я уже знаю заранее что мужчин бывают такие всякие разные схемы я под алкоголем еще больше себя чувствую напряжение напряжение и допустим наоборот не даю чтобы коммент подошел катерина я не могу знать говорить эту правду или нет я не могу этого знать а вас не болит вот голова от вот этого уха прям разрывается такое ощущение как странное если вообще с утра в теку лоба разрывается изольда зачем-то непонятно дала это короче девочки всегда должны знать меру понимаете да понимаете меру должен знать мужик женщине то что знать меру вот именно вот именно понимаешь поэтому мы вами и пользуемся потому что вы меру не знаете забываетесь а потом аааа джага 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 ты что сумасшедший ох девочки знаете сколько я таких целомудренных я с тобой не права не соглашусь васич ты не прав вот сейчас полностью не прав конечно мужики у нас обычно все пьяницы а женщина выбирает веселое счастье а мужики все алкоголики если он пьет то все он алкашом становится катюш ну ты говори не за всех да говори не за всех знаешь если ты не видела баб алкоголичек то это не факт о том что как ничего это вот а в этом мире почти не бывает чудес мы попали в какой-то лютый замес среди камер петличек красиво здесь прикольно все еще ты танцуешь да я танцую я пою пою почему мне так херово мне тоже херу да нет тошнит кто это шалова кружится мужик который залетит 1 получит миллион долларов огурчиков солененьких не огурчиков больше нет это странно тебе вчера огурцы приехали соленые а те сегодня тошнит брата получишь баба ножки тёлка может быть у тебя да это не за это перебродил дед тебе тебе перебродил ты да слушай ну тогда я могу тебе сказать одно ты наверное у тебя грудь набухла сосочки стоят тихо тихо ли я это же братан не у меня нормально подожди 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 давай мы тебе проверим я держу подожди проверяю подожди я на нем пойду не надо ешьте за меня спинам проверяй да чё отпусти да блин отстань ты от меня Помоги мне Помоги мне Сердце Уважаемые дамы и господа У нас происходит ад Я в аду Закрытие это или что? Мы в аду Почему сразу всем нехорошо? Давайте расскажем, что здесь происходит Зольта Касс выдала нам какую-то штуку непонятную Какую-то непонятную штуку Которая заставила нас надеть и носить с собой Мне кажется, она отравляет нас какими-то радиоволнами Или еще чем-то, непонятно Ой, чем-то пахнет Зачем ты это пьешь? Это вкусно У тебя тоже болит башка И у нас вот у всех голова болит А что произошло, почему у всех башка болит? У тебя не болит? Ну, меня Макса тошнит, он может быть залетел А у тебя, все хорошо у тебя? Да Я вывела предположение, что У меня только это Живот болит Что делать все в этих коробочках Здравствуйте, вчера За коробочками голова болит? Вчера каждый из вас получил приемник с гарнитурой Необходимо применить его по назначению И больше никогда с ним не расставаться А что будет, если мы возьмем такие и расстанемся с ним? Почему она постоянно... А почему ты все время задаешь вопросы на те вопросы, которые задает она? Давай тогда, почему, Вась-Вась, ты все время спрашиваешь? А ты что, защитник? Оп, еще один Макс, спроси теперь Ксю Спроси теперь Ксю, почему она... А может ты это, вампир? Может я вампир, Катя, ты тоже спроси, почему? Он сам по себе Почему мы вообще должны Дополнять то, что она... Нет, я думал, ты это... Я не видела никакой бумаги, не было никакой печати, что я обязана на это делать Я же хожу под солнечным светом Я не растворяюсь Что вообще за блюдо? Да, пацан, ты заигрался, братан? Принесите бумагу мне Покажите, что я обязана на это сделать Больше никогда с ним не расставаться Как ужасающе звучит Вот как, да, может быть, когда у тебя есть деньги? Я думаю, что вы с юмором Человек, ну то есть Да? Ну как никогда не... А мыться как, например? Ну то есть мы же можем нормально же снять его Другое дело, если бы тут маленький детонатор был То есть ты снял и взорвался, типа Или там какая-нибудь штука, не знаю какая Почему это столько львов можно? Каждая из вас с вами необходимо применить А как применить его по назначению? Я просто спрашиваю Лия, что значит применить по назначению? Применить по назначению Это значит вытащить вот эту штучку И засунуть себе прям в пух Нет И чтобы вот так вот Нет, тогда, если так сделать Надо вот эту штуку Затем в пуху И чтобы Да, и прислите нам в гору Да, зачем тут будет музыка Мне смущает, почему у тебя, у тебя, у всех помеешь сад А что непонятно? Просто потому что он выглядит нормальное условие А если вместе с ухом, Лия? А может быть, нам Башка кружится А что будет, если мы это вытащим? Я не хочу это носить Снимай Все снимай Серьезно Снимай нафиг Нет, ну правда Нет, ребят, ну это условие Ну что значит, я не хочу Это условие из Оль-де-Кац Давайте соблюдать Ну что это такое? Я не хочу Я не хочу муж дома у себя говорить Что там такое, а? Что там такое происходит? Забыл, как она Что там такое происходит? Что происходит, ребят? Он там заснул Он там заснул Да Я не хочу А это так, ирина Как он так Это так Кто пест áне И наше Как она Как она Как она я хочу понять именно у всех голова болит у меня болит голова я сегодня чихнула 4 раза 4 раза чихнула а вчера ты по моему вчера ты раз 20 чихнула у меня ноги еще надо пить меньше ксю пожалуйста записывай сколько раз я чихаю хорошо я просто чахотки боюсь я боюсь чахотки когда я специально чихаю на твою кровать чтобы ты умер тогда я на писью на когда ты всех нас подставишь родственница поэтому они я думаю что я не домогаю только потому что нахожусь с вами в одной комнате мне кажется ты не домогаешь нам столько со мной в комнате находишься где прости меня что я так влияю на что не хочу чтобы тебе было плохо мне кажется он эгоистично как-то себя ведет мы еще не знаем может кто-то из вас чем-то болеет вот безумный вообще прекратите ну пожалуйста зачем ты чихаешь мою сторону а что здесь непонятного вчера потому что изольда кац отключила нам отопление мы проснулись сегодня вчера все помните пар за рта шел потому что мы спим голые что здесь непонятного а голова чтобы думать ноги чтобы ходить никто не сможет я очень рада что ты радуешься вчера изольда отключила отопление почему она так себя ведет а может быть она специально это делает чтобы мы реально тут приболели такое-то а понимаешь теперь меня всем съесть чеснок чтобы не заболеть ребята я просто в аду каком-то чесночку иначе мы все заболеем да по какому чесночку нам просто нужно подольки чеснока обязательно чихать тебе никто ничего не говорит обязательно ребята потому что у меня еще аллергия на вас нет вы должны съесть чеснок иначе заболеть хочешь из всех нас заразить я не буду есть все подольки чеснока на макс с хлебушком чеснок убивает все микробы и поможет нам не заболеть да я не люблю чеснок да не буду я есть чеснок вообще что за бред вообще что вы молчите я не понимаю что вы молчите ты просто берете и едите чеснок заболеть чеснок он помогает от этих от какой радиации который ты говоришь там типа радиация она говорит что я сказала что они радиоактивные ребят каждый должен съесть подольки чеснока в любом случае вообще чеснок полезно есть даже обычному человеку когда даже не запрет не то что заболевают а я пропилактики если даже я знаю такой если даже съедаешь по одной дольке чеснока дождей он убивается раковые клетки а почему стал болеть болеть голова когда вот выдали эту штуку так чеснок съели все не потому что она отопление надо запустить а у всех болит голова я так понял у кого-то ноги еще что-то у тебя голова нет да вообще очень у меня болит слушайте а может быть она как-то что это мы не поняла я вообще если честно не понимаю зачем нам вот эту штуку мне кажется у меня не оборачивает да я не хочу кать ты должен это съесть не люблю чеснок нет да я не заболею точно тут написано дистанцион да не буду я это есть катя ты должна это съесть я не буду это есть это никак не поможет вот смотрите здесь написано диджитал портабле радио портабле не понятно это вот эта хрень когда мы говорим да получается вот это вот нет вот это что такое это микрофон чтобы наслышал когда макси мы спросим это что такое вот сюда договориться надо а это что такое это в ухе да то это получается кто-то слышит то что мы говорим и видимо и видимо должно нам что-то наверное сюда говорить тоже потому что я илья должен сам себя тут смотри пожалуйста у тебя на этой коробочке которая там цифра есть у меня есть один вот я ухо тяже а на этой на другую цифра есть кричишь голова болит это еще вчера так и сказали у меня 55 здесь это значит мои цифры ну как же мой серийный номер тихо 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 аллергия от этого 55 что написано значит что мы должны будем я узнала что вы вели себя некорректно по отношению к хозяйке дома наказала испытывать недомогание которое со временем будет усиливаться на данный момент вылечить вас или нет решают смотрителя смысле вы нас отравили чем-то поэтому глава болит девчата а если они вот эту воду которую мы пьем если что-то с водой связано нет а это связано мне кажется с этой коробкой руки мыл нет и зольда нам дала эту коробку у нас стала болеть голова по каким-то причинам а теперь она пишет что у нас будет недомогание но будет только усиливаться а я тебе рассказала о том что милана пыталась меня убить тогда тогда подскользнулась на лестнице чуть не сломала себе палец на ноге она была в комнате и сейчас некорректно по отношению к хозяйке дома может быть это ты вела себя некорректно по отношению к хозяйке дома а теперь мы все страдаем и за опять своего отношения а что я сделала я с ней ни слова больше не сказали они одели подушки на ноги после этого началась фигня у нас это происходить мы уже извинились перед ней милан когда сказала что типа все нормально все о чем и накосячили тогда когда да и потом был час видишь некорректно а что мы еще и вчера видели а изольда катс может не в курсе было этого может быть спросить чем мы и сделали она же потом устроила весь это слушать она сказала теперь вы будете внимательнее относиться слушать декад сюжет фрине может быть ребят если так то это капец это опасно а почему у меня цифра один я стал тебя хуже всех чувствовать самое первое потом стало плохо тебе у тебя цифра 2 ну да а кто третий я не думаю что это связано с цифрами ребят что-то я плохо стало что-то она здесь делала я не пойму просто что нас получается от родила подождите подождите но вот сюда что плохо от коробочек ну потому что дело не в этом дело в том что она начинает хуже и хуже да блин слабость еще я сейчас не можем понять по воздуху потому что уже принюхались да газ может быть вообще бесцветный без запаха понимаешь кать конечно он может быть без света без запаха без а может быть намазали эту коробочку чем-то и мы же потрогали уже ее вздохнули и как это у нас тут тоже пошло недомогание нет а почему ты не думаешь через вот эти бутылки с водой может туда что-то подмешать бутылки с водой присылают тебе люди бутылки с водой приходит тебе присылают они полностью закрыты и вчера были в упаковке еще не что вы договориться не можете о чем мы не можем говорить что болтаете болтаю поговорить мне кажется из ольдекат связано просто с миланой и милана когда спустил нам вчера эти наши обратно эти да горшочки они чем-то были может быть обрызганы и поэтому нам сегодня хреново вот у нее есть простей на вас не болит голова у нас у всех болит голова вы знаете почему да нам написали на экране что это вы не написали такого не слушай она врет почему там выписаны уже что нас наказывают потому что потому что но сообщение то пришло от из ольдекат слабость в руках появилась я просто хотим выяснить почему да у меня слабость в руках появилась у меня уже не предметы не держатся ничего смотри мы извиняемся перед вами ты чё смеешься то вас чем-то обидели милана мы извиняемся перед вами из ольдекат сказал из-за того что мы вас как-то неуважительно как пить воду то из ольдекат ну вы слышите так нельзя издеваться над людьми что вы молчите я не понимаю что нам делать что нам делать сейчас может ты поговоришь со зрителями нам зрители кстати всегда помогают хорошо это делаешь попробуй сказать что они это а как понимать что могут сделать зрители чтобы они как-то замедленным а смысл вообще исходит замедленным смысл что смысл того что они будут голосовать и что-то делать что они врача смогут выжить голосование нам всегда ребята на заметном всегда зрители помогают помогают ну как ты посмотрел они говорят вот заметь как ты говоришь заметьте как вы с хабибом бой с хабибом то есть конор дерется с хабибом вася больше бой с хабибом ну потому что она за россию здесь за россию если на самом деле зрители нам могут чем-то помочь помогите нам пожалуйста из изольда кац вы не вправе так поступать с людьми потому что реально это массовое недомогание так нельзя делать все равно что не держит на нас зла почему вообще нас отравили да что вы просите изольду причем здесь изольда не изольда я говорю изольда не имеет права так на данный момент вылечить вас или нет решают смотрители я думаю понимаешь я знаю что понял какую вещь изольда изольда не может спорить с смотрителями то есть видимо в на в наследстве или в завещании там чисто написано что смотрители и изольда то есть они никак не никак не могут как бы она не может идти против них то есть по сути смотрители они могут влиять на изольду блин не могу как тяжело то смотрители могут ли у нас вылечить уважаемые смотрители мы вас очень просим вы нам всегда помогаете никогда нам ничего не отказывайте ребят смотрители кто нас смотрит помогите нам дать понять этой изольде что нельзя так поступать с людьми нельзя мы вас очень просим не да даже не это просто помогите пожалуйста что там нажмите куда там это сделайте чтобы голова не болела нас каждым разом начинает все сильнее и сильнее только у меня она сильнее начинает у меня болеть у всех помогите пожалуйста потому что ну это жесть какая-то это реально просто трэш не могу что опять челюсть вывел да я не могу говорить почему-то вот все фу я не понимаю у меня едык едык кочевина с дэй ну я не вижу что вы не слышали что я не могу говорить с Катя то что может меня по их как просто врать мне влезло по то что все сделано Катя ххх я понимаю я понимаю это что я понимаю что это что но ты можешь просто мне вывернуть обратно ну реально ver Кать кто-нибудь ? Дай сюда давай ну я, Катя, я понимаю, смешно дальше сроки поможет у меня текстильность актуальта, просто вы, удай меня, чтобы честь сошла обратно это как? ну просто как в первый день, помнишь? да, первый день задала хорошенько ну то дай мне по башке, пожалуйста давай, да все нормально будет я боюсь, Юрс, слева я справа справа давай да с ноги ему врежь с ноги, не надо, с ноги тогда, если бы, пожалуйста, сделать так ну удай меня, ну удай меня, ну пожалуйста, ну Вась, врежь ему, где он? ну удайся меня, пожалуйста да просто об ухо дай я вот на слюне взгляю Катя ну удайся меня, ну Катя вы же, вот представляешь, в первый день я тебе врезала прям с удовольствием ну потому что, а вот сюда прям надо, вы знаете, чтобы честь да, вот здесь не сильно, Катя ай, а еще раз ай все, все а почему так происходит? это страшно у тебя я просто в детстве очень долго смеялся ну ты приешь что, у тебя слюни текут сразу, ты приешь да ладно, нормально, все да это я привык уже у меня и кровь бывает из носа просто так идет все, спасибо ой кошмар что, это страшно у него челюсть как-то выпадает уже второй раз да нормально а как она там что ну смотри да нет ты чего хочешь разглядеть дальше ты чего хочешь разглядеть там если если это челюсть моя Катя а тут она как-то может здесь попадать ну она из кости выходит и я не могу ее обратить чтобы ее вставить надо ударить и тогда кость туда попадает помогите и проголосуйте за то чтобы нам стало легче потому что я в принципе одуприл что Изольда никак не может влиять против вас и только вы можете нас сейчас спасти пожалуйста проголосуйте за то чтобы она прекратила делать эти вещи потому что когда мне плохо я не могу стоять на ситуации я тогда чувствую себя обезоруженным а я не привык к этому даже речь сейчас моя она стала немножко тормозной и я хотел бы здесь я хотел бы попросить да а речь у всех мне нравится запах чеснок замедляется мне кажется что это возможно даже наше последнее сообщение а мы умрем сегодня Юра а речь у всех как у тебя с речью я его вправе нет нормально с речью а ты что с речью слушайте ребят нам надо набраться сил покушать подождите у нас есть задание задание вот у нас сегодня всем спасибо всем спасибо кто нам присылает еду у нас сюда я пройду у нас сегодня снова курочка с картошечкой всем спасибо кто нам присылает антон панченко не голодные мы для всех для всех кроме миланы стать в центре комнаты и присесть вытянутыми руками тридцать раз и головные боли пройдут антон панченко что случилось то что вы молчите что нам делать а что ты все время спрашиваешь почему мы молчим тебе нравится когда мы разговариваем странно вы просто шли шли что-то говорили потом замолчали я засмотрелся как Катя курочку вкладывает в печь потому что это выглядит как-то странно это какой-то симптом что ли да симптом мне так а что это задание выполнять надо или не надо или что это побочные обычно задания приходят на сайт а тут что у всех они разные давайте приседать давайте у меня у нас есть сил что-то с речью мы поняли что у тебя что-то с речью может быть ты сейчас приседаешь это по завещанию мы должны выполнять мне нужно пройти ну если это задание от всех кроме Панченко встать в центре комнаты и присесть с вытянутыми руками тридцать раз а зачем в руки вытягивать головные боли пройдут идемте ребята Антон Панченко решил поиздеваться сегодня с утра ага давайте вытянули руки наверх почему тут неописано куда вытягивать руки с вытянутыми руками с вытянутыми руками тридцать раз мне кажется нужно вперед их вытягивать так голова пройдет у меня вообще мне все равно как ты будешь вытягивать тогда не разговариваю главное что ты не протянул ноги два три четыре пять шесть семь с наста取 проходит восемь с девять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать пять девятнадцать давайте давайте ребят кто дание на задание двадцать 21, 22, чуть-чуть осталось, 23, 24, 25, все ниже, 26, 27, 28, 29, тихо, Катюш, держись, тридцатку давай добивай. у меня только закружилась голова. а никого не смущает, да, что Вася на стул? да ладно, ты же пухлый. если сейчас Васич придет, повестка о том, что мы плохо выполнили задание, потому что ты приседал на стул. я с вытянутыми руками, в задании не написано, я приседал с вытянутыми руками, все как написано в задании. а почему мы и ты нам не сказал, как наш родственник, взять всем стулья, чтобы мы тоже приседали? встать в центре комнаты. крутое. мы все встали в центре комнаты, и так же как и я с вами. я с вытянутыми руками тридцать раз присел, только боли не проходят. да, да. Антон, ты видать явно не лепила, в смысле не доктор. ну там не было написано. у меня на самом деле голова только сильнее разболелась от этого. да. пуховатая. там не было написано, что нельзя присаживаться на стул. ну больше. абсолютно правильно. что это? ноги заболели. пройдет. что ты кофе сделал здесь? вы же нас не держите зла. я хочу кушать. мне полегчало, Милана. давайте... так у нас еще не готова курица. мне полегчало. что? курица не готова? у меня ноги что-то заболели. у меня прошла, у меня прошла. я тоже хочу вот такую штуку. у нас есть еще? а где ты взяла кипяток? это холодно здесь. а как можно? правда? это получится? а с чего мы будем пить? а с чего мы будем пить? нету больше стакана. это тут кофе. здесь нельзя. ну что? слушай, а можно мне молоко в бутылочку налить? бутылочку? а я тоже хочу так. ты не повторяй за мной. когда ноги вытяну, тогда лучше. я тоже хочу. слушайте, а может вот так сделать стаканчик? я хочу есть, а не знаю. обязательно наступать. да? что-то не похоже. зачем наступать? мне нам покрывало, которое действительно нет. да я слушаю. молоко. а где у нас вторая пачка молока? да, тоже не можешь выпить. надо было. от лестницы. так, Юрий, это называют холодильником. мы все вчера решили, что под лестницей можно называть холодильник, правильно? да. а что, у меня одного тошнит, да? а где гвоздь? не пьется, да, вообще. да. за что не пьется? молоко на самом деле очень прикольная тема. почему так? фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу а есть кое-что? все, кранец короче мне кто переводит? я просто хотел молока попить попей сама, на попей да я вот, ну-ка дай молоко может молоко кислое? оно нормальное, просто не пьется как будто внутри это что? глотай вот видишь поставь Макс поставь ей руку колеи дай пройдет сейчас маскингой выглядит ты что это за хрень? я могу понять что за бред вообще? что за хрень? это и хлеба даже нельзя что происходит? оно какое-то все как будто как будто не молоко, не еда что-то непонятно оно именно когда начинаешь глотать и как будто обратно все лезет что за хрень? что происходит? что такое? я есть хочу я хочу есть я всегда привык есть меня мама вкусно всегда кормила я всегда у бабули вкусно ел все кто нас смотрит все кто нас смотрит услышьте пожалуйста нас я не пойму что происходит и когда это все закончится мы не можем даже поесть а у меня сегодня а у меня сегодня день рождения ну как так? как это можно вообще себе представить свой праздник день рождения в такой ситуации? я не знаю как зритель дорогой кто вы нас смотрите? помогите нам пожалуйста кто нас смотрит? невозможно я не могу мы даже не можем попить молока почему-то с нами происходят странные вещи сначала болела голова сейчас голова прошла сейчас потом какой-то рвотный рефлекс и это в мой праздник день рождения зрители я не знаю я не знаю зрители смотрители помогите как-нибудь чем можете антон панченко который нам дает такие задания который присылает нам еду спасибо большое за это что вы делаете для нас может быть вы сможете нам как-то помочь и также и остальные мужчины тоже которые нас сейчас смотрят все-таки у меня сегодня праздник день рождения и в такой день рождения в такой обстановке но это просто невозможно уже не пошло я думал полоскать макс макс попробуй мыло съесть макс попробуй мыло не я я мыло не езжу мыло не будешь? не нет блин а вдруг мыло можно съесть как это вообще возможно? да дай вася вася пожалуйста слушай через вид отправят а через воду а что больше нет молока? ты говоришь что пока резал посмотрите или присылают откуда мы знаем если смотрите присылают нормальную воду а может быть они туда это изольда добавляет какую-то хрень а хорошо что я не попробовала я вообще не понимаю что это происходит похоже на кто-то меня нахер кто-нибудь слышит или нет что? я еще раз говорю может быть как бы смотрите смотрители присылают эту еду нам да? но мы же не знаем кто ее доставляет а если тот кто ее доставляет эту еду и сюда это же не сами приезжают смотрители в какое-то неопределенное место и кто-то сюда Милана не уходи останься здесь потому что мне хочется понять кто сюда приносит эту еду и почему возможно что кто-то эту еду специально травит Милана хорошо мы же не знаем я вижу что она ушла мы вчера ели и все было хорошо вообще-то ну так нет может быть это специально чтобы сегодня нам это стало происходить после того как Милана так вы переводите продукты все не пей больше не пей все да я хочу я хочу молочка да блин ну что такое то да что за фигня я не могу я так понимаю всем покер о чем я говорю что ли вы что ну-ка сели все еще раз меня послушали я говорю может быть что-то это в еде а? может быть Вась нет ну мы же ели до этого все нормально было бутылки запечатаны все запечатано было тушенка запечатана ну подожди а почему кофе запечатано через иголку можно воду знаешь ну там как-нибудь через через иголку ягд хорошо вот бутылка через иголку допустим если тут дырка вот я жму она должна откуда-то выливаться правильно вот видишь ниоткуда не выливается значит бутылка нормальная запечатана значит это дело не еда все вопрос закрыт это стало происходить после того как Милана пожар убить а? когда Милана забрала нас в горшке а потом вернула то есть в горшках дело? возможно стоп нет вчера мы в горшке ели левшонку с тушенкой все нормально было а может быть это какое-то действие как это сказать когда ты на вечер ну съедаешь а утром у тебя последствия левшонки с тушенкой кто ножик обвернул этой хренью? кто за кретин это сделал? это безумный Макс зачем? не Макс зачем ты это сделал? так и что? веселый день рождения у Катерины а то есть получается сегодня мы даже не сможем она хочет испортить праздник она же сказала что будет незабываемый день вот он незабываемый а то есть мы сегодня весь день не сможем и что нам делать? нам надо попросить зрителей а чем они нам помогут? чтобы выявить симптомы нужен врач который посмотрит и скажет что с тобой произошло чтобы выписать таблеточки или чтоб ты знал а такое у меня в первый раз в жизни ты пьешь нормально себя вру ну чуть-чуть голова болит ладно хрен ноги ватные пофигу с ними поздно лег я спать ну как так-то? ты пьешь и не можешь выпить в смысле это что такое? тошнит потому нет я пью сначала чувствую что это молоко потом чувствую что это гадость какая-то и мне прям рвёт а молоко то ты чувствуешь? оно не прокисшее оно нормальное молоко абсолютно нормальное молоко как будто кто-то вживил в нас получается эти вкусовые рецепторы у нас изменены получается так а это возможно Макс? а это надолго? техническим путём вот через это макс возможно через это чтобы мы изменить наши эти вкусовые какие-то штуки? это бред мне ему кажется нет а может быть просто какие-то сигналы поступают в наш мозг у нас всё там поменялось а если снять это и попробовать попить я щас попробую короче это снять давай короче короче сними да задолбал меня эта штука нахрен надо если из-за этого штуки я не смогу кушать я вообще не знаю что там написано что там написано? я привык с детства что там написано? прочитаете? я не вижу я тоже не могу его увидеть смотрители не заинтересованны в том чтобы помочь вам возможно вы плохо просите напоминаю состояние ваше будет ухудшаться до самого конца ну как-то так до самого конца будет ухудшаться состояние золь декац вы что себе возомнили то я не пойму фу не можешь? где хлеб? Смотрите, кто нас смотрит, я вас прошу помочь нам, потому что очень это невозможно, нам всем становится плохо, но что это происходит? Если вы как-то можете помочь или повлиять на эту зорду кац, все, кто нас смотрит, мы вас очень просим нам помочь. Дело не в этой хрени, я серьезно вам говорю. Не в этой? Тогда одеваю назад. Я вообще не знаю. А то нам сейчас вообще разозлиться из зорда кац. И что же нам делать? Просить зрителей, пожалуйста, без врача, без ничего, спасите нас, помогите нам, мы не знаем, что с нами происходит, нас просто рвет, рвет от того, что мы еду какую-то хаваем, что делать, вообще не знаем. Нет, я думаю, зрители как-то могут повлиять на зорду кац. По геолокации определите, может, врать где-то, есть через что-нибудь, или как, как это? Нет, мне кажется, они как-то могут повлиять на зорду кац, и она прекратит заниматься этой херней, но как она это делает, я тоже не могу понять. У меня врача нет века. Катюх, смотри, а вот когда Милана тебе голову трогала, ты голова прошла? Прошла голова, у меня сейчас вообще не болит. У тебя не болит голова, но есть ты не можешь, да? У меня тоже голова прошла, ноги сейчас ватные, тошнит, состояет, но голова сама прошла, как бы лицо мягкое, вот это вот, но голова сама прошла. Да, а ведь Милана, она же, она же это, она же у нас тоже чем-то владеет, да? Какой-то хренью исчезает. Милана не может нам помочь сейчас. Может быть, мы попросим ее, может, она как-то поможет нам в честь нюхи Катюхиной. Ну вот, она ко мне подошла, подержала меня за голову, у меня голова прошла. Катюху подержала за голову, голова прошла, но меня сейчас очень сильно тошнит. Да, тогда получается, я даже не буду пробовать. Ну она почему-то ушла, когда мы заговорили о печке и еде и это. Слушайте, может быть, ее как-то попросить по челу... Слушайте, давайте, смотрите, у нас болела голова, мы поприседали, голова прошла. У меня прошла голова, когда меня Милана, когда я поприседал, ни хрена у меня не прошла. Нет, у меня тоже хуже стала голова. Конечно, у меня прошла голова, когда меня Милана подержала, я смотрю, она трогает за голову Катюху и говорит, голова проходит. Я говорю, Милан, помоги мне тоже, подержи за голову. Она меня вот так вот держит, где-то минуты две подержала и у меня голова сама прошла, но стало еще хуже в смысле слабости в теле. Я есть хочу. А каким умом? И я есть хочу. Невозможно. Ну почему-то не идет пища, тошнит. А что делать? Как нам быть? То есть, получается, если это Милана, значит, ее нужно позвать сейчас сюда. Ну да, попросить. Может, я не знаю, может, она там травки какой-то там поэтывает. Может, обдует чем-то, я не знаю. Может быть, что-то у нее какие-то муравки какой-то. Нет, она реально что-то может. Она чем-то обладает. Вот она рукой провела и голова прошла. То есть, единственное, значит, тут как Катс просто немножко как-то травит нас. И сейчас, видимо, у нас пошла обратная реакция. Тошнит. Невозможно тошнит. Смогут нам полнать шути, которые не наблюдают за тем, как просто... Слушайте, давайте. Может, Милана позвонит? Да какими? Самым простым образом. Они голосуют, я и говорю, Катс не может против этих смотрителей спорить там или еще. То ли по условию договора, то ли что. Они голосуют, Катс сделает так, чтобы нам было легче. Если это она сделала, чтобы нам было плохо. Хорошо, тогда каким образом Катс это делает? Катя, прости. Я понятия не имею, каким образом. Травит нас. Хорошо, допустим, давайте предположим, просто, просто предположим. Зрители голосуют за то, чтобы нас сделать нам лучше. Каким-то чудесным путем. Стопроцентное голосование. Нам так хорошо, типа, или же как это? Нет, возможно, здесь какой-то газ, который делает нам это. Возможно, нам станет лучше через час или еще что-то. А как? Да я понятия не имею. Я не спрашиваю, я хочу, чтобы мы подумали на эту тему. Мое мнение, что они как-то влияют на Изольду Катс. Кто, кто? Зрители, смотрители. И она к ним прислушивается, к этим смотрителям. Потому что она просто эксперименты проводит со своими лекарствами какими-то дурацкими. Пусть, давайте... Помните, как в этом... Давайте позовем Милану, пусть она поможет. А мы подопытные. А мы подопытные, да, реально. Она же не имеет на нас зла, Милана. Она не имеет на нас зла. Может быть, она нам сможет помочь? Я не знаю, чем Милан нам может помочь. Юлис, позови Милану. Ну, голова прошла. Куда мне как позвать Милану? Голова прошла. Плитку включаешь, только Милану можно позвать. Хотя... Она же слышит нас. Милану. Милан, спустись, пожалуйста. Или не зайди с небес. Поднимись. Появись. Осыпься листьями сакуры и обратно рассыпься. Как это сделать? Милан, мы умираем. Реально плохо. Что-то вообще... Сейчас вот прям еще хуже. Тошнит, да? Слабость в ногах. Это какое-то... Причем голова абсолютно, абсолютно ясная. Трезвая эта. А вот во всем теле, во всем теле слабость. И эта слабость вместе с тошнотой и каким-то, знаете... Тошнота, да. Это не может быть от еды, мне кажется. Потому что сегодня утром мы ничего не ели. Общего. Это от чего-то другого. От чего? От воздуха или от чего? Да, давайте подумаем, от чего. Мы вчера поели... Печку открывали? Может, из печки что-то? Сегодня проснулись. Да, кстати, может быть, из печки гад спускают. Галаном давали, помнишь? Да. А открывали вообще сегодня печь? Открывали, нет? Он про другую говорил. Печь нет, я вон про ту говорил. А помните этот хрень? Вот эта вот пшикалась позавчера. Когда? Вот, это из печки. Может, это временное действие такой этой хрени? Наоборот, то есть это как бомба за медленное действие? Да, 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 наоборот, абсолютно верно. А может быть, пока мы спали сегодня, может быть, утром здесь что-то происходило? Или ночью? Никто сегодня печки не открывал? Да никто не открывал. Да ладно, даже если открывали, может быть, и не из-за печки делаются. Только с ней происходят странные вещи. Да не нужно ее трогать. Не трогай печку, пожалуйста. Да не трогай, зачем? Пожалуйста, не трогай. Да я понюхать хочу просто, что-то не будет. А, понюхать? А вдруг тебе хуже станет? Да, хочу. Смотрите, просто у Миланы есть какие-то корени, вот наверху висят. Может быть, можно их как-то... Отвар типа сделать. Ну, это надо разбираться в этом. Сейчас мы что-нибудь свалим, еще хуже может. Нет, нет, я травы вообще эти не знаю. Название. Ну, мы же не можем, как у нас сегодня намечается вечеринка, мы должны приготовить стол. Назвайте Милану. Вот она. Милана, вы полюбили. Милана, вы можете нам помочь? Голова, спасибо, она прям прошла, голова, как вы сделали. У нас еще нас нашли из всех, мы не можем почему-то есть. Слабость, рука, нога, в организме. У нас, короче, есть банка тушенки, Милан. Помоги нам, пожалуйста, вот я дам тушенку. Если ты ешь тушенку, мне не жалко. Давайте лучше ей хлеб дать им. Я благодарю, но мне не нужно. Да, не надо. Да, убери тушенку, пожалуйста. Я даже готов получить по лицу от Вася Васича и отдать ей тушенкой, если нам поможет. Я не могу этого сделать. Дать ей по лицу, потому что у меня слабо. Милана, у нас сегодня праздник, ты не можешь ревелиться. У нас должна быть вечеринка, а мы не можем ничего издевать. Ты попробуешь. Классный день рождения, однако. Ты так попробуешь. Зачем наиздеваться специально на день рождения? Милана, ты не можешь встать? Катя, Катя, удари его, пожалуйста. Почему? Катя, Макс, Макс, я помогу тебе. Макс, ударь его. Давай, давай. Ударь его, Макс. Положи тушенку, сука. Открывай. Положи тушенку. Я открываю, Вась-Васик. Зачем меня звали? Помочь нам. Если ты Катю потрогала за голову, у нее прошло. Меня потрогала за голову, у меня прошло. Помоги, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Мы знаем, что что-то вас обладает. Помогите. У меня реально прошла голова, мне стало легче. Пожалуйста, помоги. Помоги нам, потому что нам очень плохо. Мы умираем, реально. Мы не можем есть. Сейчас приготовится вкусненько сочная курица с картошечкой, которую я не смогу съесть. Понимаешь? Я хочу. Ты можешь посмотреть? Ты можешь послушать, что там что-то стучит у меня или как-то что-то. Просто посмотри, что там. Юра, без суток просто реально попроси. Смотри, возьмай все, вырубил. Все, он не может шевелиться. Посмотри. Вот, посмотри. Давай, сдавайте. Посмотри. Нам надо выиграть срочно, серьезно. Мы сделаем все, что ты скажешь. Хочешь, мы тебе поможем? Хочешь, построим что-нибудь? Катя, дай я с ней поговорю, пожалуйста. Я же разговаривала. Я же разговаривала. Катя, уйди, дай я с ней поговорю. Катя. Ребята, не спорьте, просто попросите вдвоем. Пожалуйста, я просто встать не могу. Миланочка, Милана, ради бога, умоляю тебя. Ради бога, я не могу в параличе сидеть. Помоги, пожалуйста. Да, в честь моего дня рождения. Прошу, пожалуйста, помогите нам. Я подумаю, что нужно сделать. Нас просто почнит. Не можем ничего о ней не подпить даже. Да не надо симптомы говорить. Она же так видит. Милан, просто помоги. Умоляю тебя. И Христом Богом прошу, помоги, пожалуйста. Потому что я даже, кажется, уже зрачки просто тупо не шевелятся. Я смотрю в одну точку. У меня еще остается силы шевелить челюсть. Я не понимаю, почему только со мной одним такое. Пожалуйста, помоги, Милана. Я тупо очки... Помогите, пожалуйста, Милана. Я не могу. Что можно сделать в этой ситуации? Хотя бы помоги, Вася, еще одному. Мне помочь. Я подумаю, что можно сделать. Все, не трогайте ее, ребят. Просто не трогайте. Не трогайте ее, она... Я обязательно скажу, если вам нужна ваша помощь. Сделаем, что нужно. Ну это вообще... Вась, ты что там, вообще тебе? Ребят, меня парализовало вообще. Я не понимаю, что за хрень. Почему вы шевелитесь? У нас еще не так. Сука, Юра, уйди. Катя, убери ее. Я хочу проверить. Подожди. Ну вдруг это его разбунит. Да уже, уже, все уже. Макс. Макс, убери его. А? Ну что ты делаешь? Жопа тебе. Ладно, не, не надо. А то еще... Да хоть настроение поднять. Че как эти... Как шлипки валяемся. Да не смешно. Да смешно. Да как не смешно. Катя, убери его. Смотри. Не смешно, Юр. Ты что, смеешься над этим? Человеку плохо, а тебе смешно? Нет. Сука, я очнусь, я тебя разорву. Блин, урод. Вообще. Подожди. Слышите, пушила. Юра, лишь бы веселиться просто. Уйди отсюда. Человеку плохо, помогать надо. Катя, у тебя день рождения. День рождения. Ну какой день рождения в таком случае? Я хочу его оживить, вдруг это ему поможет. Да, хрена не поможет. Уйди, козлина. Уйди, я остану холодное. Я тебя прошу, уйди, твать. А что, холодное? Уйди. Ребят, помогите, пожалуйста, уберите его. Я хочу проверить, вдруг импульсы какие-то дергается, нога будет или еще что-нибудь. Может быть поможет это. Катя, Катя, сделай что-нибудь. Не надо. Все понятно. Слезы. Так, где моя бутылка? Так, это бутылка. Катя, правда плохо, мне тоже плохо, тошнит. Тошнит, вот, приложи к голове попробуй, холодное, держи. Да оно не холодное. Как не холодное? Холодное? Да, холодненькое, вот смотри. У меня голова-то уже не болит, она прошла. У тебя жара нет? У меня просто тошнит как-то. Нету? Вот смотри, к спине. Вот, видишь как. Так, я знаю еще один способ, чтобы попробовать паралич убрать. Ватю, ты сгибаешься, это не зачем? Да отстаньте у меня, врачи, бабуля, вот. Сейчас, подожди. Сука, пиздать тебе, урод. Да я помочь хочу, Василь. Катя, берила, пожалуйста. Катя, Василь. Я тебе помню, я подожди, Василь. Это какая-то помощь. Да я помочь хочу. Вы не понимаете, чеснок в нем оживит. Чеснок в нос? Это какая помощь, Юра? Смотри. Его надо вовнутрь чеснок съесть. Вовнутрь? Да. Открой рот. Давай вовнутрь. Вовнутрь себе. Да уйди, Катя. Макс, пожалуйста. Катя, у меня тоже есть аллоганя. Убери его, сука. Убери его. Тихо, блин. Вы реально ни хера не понимаете. У меня родители, врачи были бы. Если бы я дебоширил бы. Не волнуйся, ты главное не волнуйся. Ты главное не волнуйся, Василь. Я не понимаю, что происходит. Тебя рвет что-то? Не волнуйся. Так, сейчас. Дай я там. Сейчас, сейчас. Почему только это? Я просто в панике. Милана, пожалуйста, что-нибудь умоляю. Катя, ты смеешься? Приложи ему к этому. Катя, это не смешно, Катюшенька. Я волнуюсь от тебя. Нет, я не смею. Дай посмотреть. А, нет. Приложение, приложите. Да, неплохо. Сейчас. Ты думаешь, сейчас не волнуйся. Приложи ему к этому. Вась. Вась. Я слушаю просто. Нет, ты серьезно можешь помочь. Абсолютно. Я не могу шевелиться, Катя. У меня паника. И я сейчас. Катя, хватит обниматься с Вась-Васичем. А что, ты ревнуешь? Да, я ревную чуть-чуть. Дай попробую. Давай, давай. Дай мокренько ему. Вот так вот, тряпочка. Мокренько. Блин. Так. Вот так. Да, вот так. Смочить надо лобик. Вот так. Все. Аккуратно. Ты что, Юр? Юр, ты что делаешь? Ты опять что-то споткаешься? Нет, мне что-то очень плохо, ребята. Реально. Реально. Ты прикалываешься. Реально, серьезно, ребят. Ну хватит уже пояснить. Если человеку плохо, ты что пояснить? Нет, реально. У меня все плывет, ребят. В смысле. Я реально. Да что ты делаешь? Да мне плохо, реально. Ты как пул, что ли? Реально. А за день мне, я хочу, чтобы я был в теме. Вась, Васич. Хотел прикалываться? Мне так же херово, Васич. Вы прикалываться или говоря? Нет, Вася, мне страшно. Как ты с этим справляешься, Вася? Ребят, ну что делать? Вы что, с ума сошли? Юр, ты не шутишь сейчас? Я не шучу, реально. Катя, Катя, нужно ухудеть мне. Фу. Вдруг я еще заражусь. Нужно держаться от них. Вася. Поможи. Нет, не пресно. Нет, круга до круга. Так он весел, так и есть. Так он будет. Вдруг. Юрху. Нуа. Вдруг. Вот так. Я же сделал. Продолжение следует... 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 Вот такая жена нужна, серьёзно. Вот как Милана. Жена? Да, жена. Вот такая даже. С утра она такая была бодренькая, а сейчас она такая уставшая. Вы заметили? Она как-то пустая какая-то сейчас. Она потратила... Эдна, ХП потратила. ХП? ХП? Манна. ХП. Небесная. Манну потратила. Что это? Чьё? Жесть. А что за фигня вообще происходит? И мне это вообще не нравится. Мне так страшно стало, что я перестал чувствовать тело своё вообще. А мне, думаешь, не страшно было, когда я даже зрачками не мог пошевелить? Я смотрел в одну точку. Я даже зрачками... И когда ты стал прикалываться, у меня мысли были не о том, чтобы... А у меня мысли были о том, что когда я очнусь... Вот. Что это? Вы схитрили, но при этом научились действовать командой. За это будет наказан только один человек, кто поплатится за действие всего коллектива. Решит зритель. В смысле? А как мы схитрили? А что мы схитрили? В чём? Может быть, потому что мы попросили помочь не зрителей, а Милану? А, да. Абсолютно верно. Точно. А получается, нам всё-таки зрители как-то могут помогать? А вот именно. Вы понимаете, что... А как это возможно? Ей выгодно видать, чтобы как-то смотрители именно нам помогали. Это можно с точностью теперь говорить о том, что Милана не с Изольдой Кац. Да. Раз она нам помогла. Да. Либо это ход у них вместе вот такой, либо они действительно раздельно. А что значит, что кто-то поплатится? Да. Что значит, кто будет наказан и как наказан? И решит влечь. И почему только один человек? О-о-о. Холодно. Это поплатит за действие всего коллектива. Надеюсь, не я, потому что я реально решил Вась-Васьчу помочь. Серьёзно. Вот холодно. Юлия, выглядело это как будто ты издеваешься. Так я помочь хотел. Холодный. Но я подумал, что он холодно ощутит или что-то ещё. Потом водил. Ты ржал. Тебе Катя говорила, не лезь ко мне. А ты ржал. Я охренел с твоего пуза просто. Вот именно, что ты их пузо говорил. Ты вчера говорил, что у тебя родители полицейские, а сейчас говорил, что у тебя родители врачи. Я сказал, были бы врачи, если бы я не дебоширил. Много бы. Они пошли в полицию. Ладно, это другая история. А у меня вопрос. Я помогал Юрцу. Почему кто-то должен поплатиться? Кто поплатится за действие? Как вы думаете? Почему кто-то должен поплатиться? Да. Почему кто-то? А почему кто-то один? Может быть, все почутяты? И вообще каким образом наказывать? Я в сиротский дом деньги отправил. Только один человек. Ну не я, а через Макса. А почему один человек? Ну кто готов взять удар на себя? И каким образом? Я думаю, что этот человек должен быть тот, кому больше всего здесь все не нравится. Ну как бы это. А это решит зритель. Тут же написано. Понимаешь? Пусть и решает зритель. Но мы-то можем как-то на зрителя появлять? Поглиять? А как вы можете на него повлиять? Ну не знаю. Разговаривать сейчас. Попросить. Попросить зрителя о Кarre. Так, кого наказать? Кать,誰 protection. Они нам реально всегда помогают. Подожди. Попроси зрителя, кого наказали и кого-то тоже хочешь попросить зрителя, чтобы наказали? Ну? Кого попросить? Например, кого ты можешь попросить наказать? Я не знаю. Может быть, кто-то сам готов взять вину на себя? удар. А за что? А вина в чем? Не вина, а удар на себя. На себя. Ну, может быть, просто попросить, чтобы проголосовали за этого человека, и он поплатился, но непонятно же как. Как поплатился? Ребят, давайте так. Чем? Какое наказание? В чем? Дело в том, что, по сути, мы мы-то не виноваты же, как она вот говорит. Мы не виноваты в этом. Я тоже думаю. Мы не знали. Мы смотрителей просили. Но при этом мы еще просили и Милану, чтобы помочь. Мы как бы оба варианта сделали. Но, я так понимаю, помогла нам Милана. Мы даже сами поможем друг другу. Я тебе попробую помочь. Хотя ты думаешь, что это издевательство было. Что в таких еще ситуациях можем делать? Естественно, всеми способами стараться себе помочь. Ну, ну. Я считаю, что в этом, смотрите. Мы в чем виноваты? У нас есть человек, который, как бы, не мой противень. Это что? Какой человек? Какой человек? Тут ты... На кого ты? Короче, единственный человек, кто виноват тут реально во всем, это Изольда Кат. Тут покуракней, покуракней. Простите, конечно, пожалуйста, но если такие вещи происходят, то значит, вы хотите, чтобы мы что-то не получали, чтобы мы страдали. Вот и все. Ей выгодно это. И, как говорит Вася Васич, мы ни в чем не виноваты. Зачем она постоянно нас мучает? Ей выгодно нас измучить, чтобы мы не дошли до конца, чтобы наследство ей досталось. А мы встали, проснулись утром. Что? Нам сразу стало хреново. Мы что сделали? Вчера мы попытались договориться, вчера мы что-то решили. Васич отправил фонд, Васич отправил фонд в детский дом 427 тысяч. Мы благородные дела делаем. Да, он не воровал деньги, ничего, он отправил деньги. Мы хорошие дела делаем. Вчера за все изменились, за все попали. Сегодня встали на хреново. Почему вопрос? И в чем вина? Действительно, вообще непонятно. Ничего не сделали. Нифига не сделали плохого. Мы тут выживаем еле. Вон носочки вчера пришли. Лею, чтобы она не заболела. Всем носочки, всем еда пришла. Люди там нас поддерживают. В чем? Мы не напали. Понимаешь, тут такая фишка в том, что зритель же или смотритель, он же разный по сути. А если кто-то любит просто, знаешь, сами смотрите, даже не изольта, а какие-нибудь смотрители любят, ну просто поиздеваться или еще что-нибудь. Любят прям жесть. И как бы, знаешь, и тупо не проголосовали, потому что, ну, хотели посмотреть, а что будет. Да пофиг, но хороших людей больше. Я тоже думаю, что хороших людей больше. Но есть и плохие люди. Ну понимаешь, хороших, ну как, ну, хорошо, если есть даже какой-то процент плохих людей, которые там сидят. Но все-таки есть же человек, любой человек любит смеяться, улыбаться, любой человек хочет быть счастливым, любой человек хочет быть нужным, любимым, и делать добрые дела. Понимаете? Я думаю, да, ты прав. И поэтому, даже если человек плохой, ты все равно, если к нему с любовью, с уважением, он все равно рано или поздно... Я считаю, что люди, они всегда хотят помочь каждому. Вот в беде ты же поможешь же всегда. Я считаю, что люди говно. Конец. И никакая твоя любовь не поможет. Понятно? Да ну с чего это делается? Потому что все люди свиньи. Только одни в этом признаются, а другие нет. Вот и все. И никакая твоя лжи любовь не спасет никого. Понятно? А я считаю, что больше порядочных людей. Хорошо, дай я скажу, дай я скажу, это претензия мне было. Это не так. Дай я скажу, да я скажу, пожалуйста, сейчас это не так. Дай я скажу. Все люди свиньи, да? Да. Ты считаешь, что все люди свиньи? И миром правят только деньги. Поэтому мы здесь. Я так говори, ты тебя смотрят люди, ты что-то боишься? Дай мне сказать. У кого деньги, у кого деньги, тот и решает. Вот и все. Ничего продается за деньги. Все продается и все покупается. Ты же бизнесмен. Должна понимать. Нет, все за деньги можно купить. Нет, все. Даже в бизнесе какие-то дела не за деньги делаются, понимаешь? А на человеческом отношении. Понимаешь? Только по человеческому. В человеческом отношении можно чего-то добиваться. Когда с людьми по-человечески ты общаешься. Даже бизнес. За что меня там везде уважают? Почему? Потому что я всегда человечна. Зарплату людям вовремя. Прежде чем прийти на объект, прежде чем предъявить, что там что-то неровное, я спрошу, ребят, вы поели? Понимаете? Человечность. Ребят, ребят, ребят. Прежде всего, нельзя говорить, что люди это свиньи. Люди. Ребят, можно мне скажу? Катя, ты одно и то же говоришь немножко. Говори. Я хочу сказать. Вот, человек рождается, да, вот, на эту землю рождается дитя. Приходит душа на эту землю абсолютно чистая. Она начинает сталкиваться с глупостью, со свинством, с невежеством, со всем, со всем этим дерьмом, с войной, со всей этой хренью. Вот я бы многие вещи говорил, но в них не хочу лезть. Со всем этим сталкивается и превращается в какое-то существо. Когда он начинает сформировываться, и когда он понимает, что он сам видит своими глазами этот мир и начинает в нем разбираться, в нем встает выбор. Либо я свинья, либо я нормальный человек, хороший человек, который делает дела, который уважает людей, который не обвиняет никого, ничего не критикует, а живет своей жизнью. Да, мир не идеален. Идеальна наша земля. Вот природа, вселенная, все это идеально. А мы все время что-то запутываем, простоту какую-то уходим, какую-то хрень. Где-то нас обидели, мы взяли, обосрали другого человека, который ни в чем не виноват. Поэтому выбор хорошим человеком или быть свиней, это выбор каждого человека. Невозможно всеми категориями об этом говорить. Вот и все. Это выбор человека. Пусть миром правят деньги. Это я не отрицаю. Ну, по сути, по большому счету, он прав. Он прав. Ну, согласитесь, он прав. Потому что, по сути, я думаю, да, ты прав. Давай, продолжай. Я его поддерживаю. Вот. Макс поддерживает. Я потому, что человек сам выбирает. Пусть не пускай скажет. Да он ничего не скажет. Он говорит. Это уже три слова всегда. Давайте скажи, что ты хотел сказать-то. Может быть, я не понимаю, нужно ли мне говорить. Ты что-то хотел сказать. Говори. Вот, смотри, юрец-то прав в основном, да, то есть люди есть противовес, да, как весы, знаешь, вот, несовместимо, да, но в результате это должна гармония быть, да, между людьми это все равно же. Войне-то не могут же они жить все время. Война войной, мира нет. Опять по расписанию. То есть я думаю, что здесь надо юрца поддержать, понимаешь? Да не надо меня поддержать. Я, в принципе, просто считаю, что это так. Он высказал свое мнение. Я сказал. Кто с ним согласен, это просто тут как бы, опять же, это выбор любого человека. Смотри, кому-то хочется быть свиньей, кому-то хочется быть свиньей, но кому-то хочется быть человеком, но в любой отрезок времени выбор снова может поменяться. И когда-нибудь ей захочется не быть свиньей или... Субтитры сделал DimaTorzok